В столице Коми после долгого перерыва стартовало первенство по хоккею с мячом среди любителей. Участие в нем подтвердили 7 команд. Представители некоторых ледовых дружин признались, что столкнулись с одинаковой оргпроблемой, не могли собрать полный состав. Ведь многие годы в столице Коми проходили лишь турниры по мини-хоккею с мячом. Там другая численность команды, да и скорости иные. Достаточное количество времени не практиковалось настоящим хоккеем с мячом, настоящее его понимание, то есть на большой поле, на стандартное. Теряются навыки, много людей занималось в молодые годы в США, а потом по каким-либо причинам. А вообще затухло все это, его сейчас начало возрождаться. И решили для того, чтобы участвовать в других различных соревнованиях уровня, именно вспоминать навыки игры на стандартное поле, на большое. Кстати, первенство удалось организовать благодаря гранту, который выиграл хоккейный клуб Сыктывкар. Деньги пошли на аренду льда и судейства. Финальные матчи пройдут в начале марта. Столичные выходные прошли под флагом фитнес-индустрии. В формате пятичасового марафона нон-стоп для любителей спорта организовали республиканский молодежный фитнес-фестиваль «Подзарядка». Столичные инструкторы разработали программу занятий, причем ставку сделали на новичков. Табата метод, например, более интенсивный, чередуется с динамической йогой, которую вы сейчас видите. То есть программа была специально проработана. У нас на мероприятии присутствует спортивный доктор, который следит также за состоянием здоровья граждан, так как приходят люди с разным уровнем подготовки. И, честно скажу, они многие приходят в первый раз. Любой желающий мог получить консультацию от инструктора и разработать для себя индивидуальный план тренировок. В Усть-Кулонском районе проводили год спорта, сообщает Финногорский портал. Спортивные школы муниципалитетов в творческой форме представили свои отчеты перед жителями района. Кроме того, подвели итоги проектов достижения, спорт и оздоровления, инфраструктура. Кадры решают все. Как пояснили в администрации, благодаря году спорта в районе удалось восстановить и создать новые спортивные объекты. В будущем власти постараются и дальше изыскивать в бюджете средства на развитие физкультуры и спорта. Ухтинка Юлия Самойлова будет открывать паралимпийские зимние игры в Сочи. Девушка, ставшая в этом году второй на телепроекте «Фактор А», готовит к событию новую песню, сообщает газета «Трибуна». Напомним, паралимпийские игры пройдут в Сочи сразу после зимней Олимпиады с 7 по 16 марта.